Здравствуйте, в эфире ДПСНО УТС, меня зовут Анастасия Бойко. Страшное ДТП в Болотнинском районе унесло жизни пяти человек, среди них два ребенка. На трассе столкнулись Тойота и пассажирский автобус. На экране кадры сделаны спустя несколько минут после лобового столкновения. От Тойоты осталась только груда металла. Шансы выжить в таких авариях минимальны. При ударе скорости двух автомобилей суммируются. Как итог, деформированные передние части машины разбиты из стекла, а люди получают сильнейшие повреждения. Водитель автомобиля Тойота НОХ двигался со стороны города Новосибирска и на 126-м километре автодороги Болотная-Новосибирск допустил выезд по неустановленной пока причине на полосу встречного движения. В результате чего столкнулся с пассажирским автобусом, двигавшимся со стороны города Томска. Причина, по которой Таунайс оказалась на встречке, пока неизвестна. Водитель автобуса, говорит, иномарка выехала из-за встречного грузовика. Владелец авто уже не мог контролировать ситуацию. Получилось, выскочила легковушка навстречу. И получился удар. Если бы водитель пошел бы направо, его бы, во-первых, раздавило бы. И автобус бы поставили на уши. Еще бы было 14 пострадавших. Водителю автобуса пришлось резко вывернуть руль влево. Никто из 14 пассажиров не пострадал. Всех людей вывели из салона и пересадили в другой автобус, который проезжал мимо. Чуть позже стало известно. В Тойоте было 6 человек, жители Томской области. Смертельные травмы получил водитель Таунайса, женщина неустановленного возраста и два ребенка, 4-летний мальчик и 9-летняя школьница. Еще один пассажир скончался в реанимации. Сейчас возбуждено уголовное дело. Один человек погиб в ДТП в Купино. Точные причины этой аварии еще устанавливают следователи. Пока даже неизвестно, кто именно сидел за рулем. По данным ГИБДД, «семерка» ехала из села Рождественское в сторону города. Водитель не удержал руль, машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. И владелец легковушки. Его пассажир выпали из салона ВАЗа. Соответственно, они не были пристегнуты. Один человек скончался мгновенно, второго госпитализировали серьезными травмами. Еще три автомобиля разбились на трассе рядом с селом Прокутское. Там столкнулись кроссовер, универсал и фура. Чудо, что никто не погиб. В интернете появились видео момента аварии. На кадрах видно, что водитель «Вольво» двигался по встречной полосе. Вероятно, хотел обогнать автомобили в потоке. Мужчина не успел вернуться в свой ряд. «Вольво» покасательный врезался в грузовик. От удара универсал развернуло. Владелец грузовика начал резко тормозить. Но на такой маневр поздно отреагировал автомобилист из «Мазды», который ехал за фурой. «СХ-5» оказался под прицепом большегруза. Все машины получили серьезные повреждения и вряд ли подлежат быстрому восстановлению. Четырехмесячный грудничок пострадал в ДТП из-за невнимательности матери. Ребенок получил черепно-мозговую травму. Малыш находился в автолюльке, установленной на переднем сидении иномарки. Дама на «Мазде» ехала в сторону Омска. Почему-то поздно заметила автопоезд. Седан врезался в сканию. Добавлю на этом участке трассы. Сейчас идут дорожные работы. Установлено реверсивное движение. В необходимых местах разместили передвижные светофоры и предупреждающие знаки. Другим новостям. Инспекторы полка ДПС по городу Новосибирску задержали банду угонщиков. Примечательно, что хулиганам нет еще и 16 лет. И воровали они только делимобили. Это каршеринговый транспорт, который сейчас пользуется особой популярностью у водителей. Подростки разбивали стекла, соединяли провода напрямую, заводили двигатели, пытались скрыться. На счету юных угонщиков минимум 4 эпизода. Инспекторы заметили подозрительный Хёнде, который около 2 часов ночи выезжал из двора жилого дома на площади Калинина. Задержать банду удалось только на Владимировской. Это соседний железнодорожный район. Три парня бросились в рассыпную. Одного удалось догнать, а личности еще двух установлены. Подозреваемых объявили в розыск. Отмечу, в этот раз автомобиль украли с улицы Фрунзе, 61. В отношении 15-летнего задержанного возбудили материал по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса. В редакцию программы ДПС обратился постоянный телезритель Артем. Мужчина предоставил записи с камеры регистратора и просит привлечь нарушителя к административной ответственности. Автор видео рассказал, водитель Геленвагена начал перестраиваться в левый ряд, но позабыл предварительно включить поворотники. Спустя мгновение все-таки вспомнил, но перепутал кнопки. Загорелась стрелка, указывающая направо. Владелец седана не успел отреагировать. Транспортные средства столкнулись. Из-за нехватки транспорта медики получили служебные машины мэрии. Легковушки выделили для персонала первой поликлиники. Это одно из самых больших медицинских учреждений города и имеет несколько корпусов. На муниципальных авто врачи будут добираться до пациентов. Соответственно, время ожидания специалистов сократится. Все автомобили будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Мэр принял решение предоставить врачам транспорт из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Точное количество машин, которые будут возить терапевтов, пока неизвестно. Седаны выдадут врачам по мере необходимости. Число аварий с материальным ущербом резко выросло после выпадения первого снега. Еще не все водители сменили летние шины на зимние. Из-за этого сцепление колес по ежечастью снижается, а тормозной путь увеличивается. Представители городского отдела ГИБДД решили обратиться к автомобилистам и рассказали, как должна измениться манера вождения в зимнее время. Впереди у нас непростое время. Смена погодных условий. Дождь будет сопровождаться мокрым снегом и понижением температуры до минус 3 градусов. А по опыту мы уже знаем, что это может спровоцировать большое количество дорожно-транспортных происшествий и заторные ситуации. Госавтоинспекция обращается к вам и напоминает, что необходимо соблюдать правила дорожного движения скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, быть перестегнутым в ремнем безопасности, не отвлекаться на разговоры по телефону, ну и, конечно же, пропускать пешеходов, а пешеходам пользоваться свето-возвращающими элементами. Ведь от того, насколько мы с вами сознательно будем соблюдать правила дорожного движения, зависит безопасность наших дорог на территории города Новосибирска. На этом выпуск подошел к концу. Присылайте свои истории и вопросы на почту, а также подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм. В студии работала Анастасия Бойко. Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До скорой встречи в эфире. Продолжение следует...